Всем привет! Добро пожаловать в эфир наш сегодняшний, который я решила посвятить Рош Ходышу Месяцу Адар. У нас с вами наступает самый радостный месяц в году, 12-й, последний месяц Адар. И когда он наступает, говорят, Мишених Нас Адар, Морбим Басим Ха. Когда наступает месяц Адар, нужно преувеличить в радости, увеличить себе поводы для радости, увеличить поводы для радости другим, не забывать об этом. Вот, об этом мы сегодня и будем разговаривать. Всем привет! Я буквально пару секунд жду, пока мы все подключаемся. Всем привет! Так, буквально пару секунд. Шалом! Итак, Месяц Адар славится как месяц, шалом! Месяц Адар славится как месяц, который из всего плохого просто меняет сущность всего плохого и делает из этого радостное и даже полезное. Вот, всем шалом! Все подключаются, всем привет! Привет! Сегодня мы с вами говорим про месяц Адар, потому что через два дня у нас новый месяц, наступает этот месяц Адар. И мы сегодня с вами поговорим немножко про сущность этого месяца Адар и про два главных события, которые произошли в этот месяц. Итак, всем шалом! Говорят, что когда наступает месяц Адар, то нужно преувеличить в радости. Как это сделать? Преувеличить в радости. Как можно преувеличить в радости? Вы знаете, что в Тании написано, что когда человек грустит, всем шалом! В Тании написано, что нужно радоваться и не нужно быть грустным. Когда человек грустит, то в нём появляются как будто бы такие дырки, через которые в него входит плохое. Входят плохие мысли, входит лень, входит опущение рук, нежелание ничего делать, обвинение во всех своих неудачах. Это когда грусть. Когда радость мы сами за собой замечаем, когда мы радостны, нам хочется всё делать, этот мир. Мы настолько мотивированы, мы хотим, хотим, хотим. И грусть, она просто забирает у нас жизнь. Грусть, она забирает у нас силы. И поэтому вот сейчас наступает месяц Адар, и нам нужно увеличить в радости. И каждый сам может подумать, как он может увеличить в радости для себя, увеличить в радости для других и так далее. Вот сегодня буквально я проводила урок в школе, в онлайн-школе я работаю. В общем, я проводила урок, и я говорю детям, ну давайте, предлагайте мне какие-то примеры, которые плохие ситуации, и мы попробуем найти что-то хорошее. И девочка говорит, ну мороженое упало. Я говорю, о, упало мороженое? Казалось бы, жалко денег, да? Оно упало, я теперь вкусно не покушаю. Что здесь хорошего? И тут девочка говорит, ну как, кошка, которая подойдет или собачка, сможет покушать это мороженое? Я говорю, о, молодец, что еще хорошего, что мороженое упало? Меньше калорий получишь, девочка говорит, да? То есть здоровее будешь. Мальчик сказал, что мама в это время, может быть, дома приготовила мясной суп, а я не покушал молочное мороженое, так я смогу покушать мамин суп, да? То есть в каждой ситуации, если постараться, можно найти что-то хорошее. Например, мой ребенок встал возле стола и упал. Казалось бы, ай, грустно, печально, но что можно хорошего в этом найти? То, что он научится вставать, да? То, что он уже, у него есть опыт, что, ага, если он так возьмется, значит, он упадет. Ага, значит, сюда лезть нельзя. То есть, опа, уже появляется опыт. И так мы должны стараться реально на каждую ситуацию найти что-то хорошее. Например, сегодня я устала, я убирала в доме. Я реально на это потратила после шабата много сил, и я поубирала. Казалось бы, да, ну печально, я устала, я поубирала. А на самом деле у меня теперь в доме так приятно, так приятно пройтись, так чисто, да? Муж придет с работы, так чисто, так приятно. Что еще хорошего из того, что я убирала, кроме того, что приятно? Малышу удобнее ползать, да, он никакой мусор себе в рот не возьмет. Что еще хорошего можно найти? То есть, попробуйте сейчас даже написать какую-то ситуацию, которая, всем шалом, которая на первый взгляд, она кажется не очень, да, грустной, печальной, плохой, которая отнимает у нас силы. Попробуйте, вот заставьте себя, это когда? Заставьте себя найти что-то в этом хорошее. Пошел дождь. А, все, я не смогу пешком пойти к работе, надо вызвать такси. Ай, пошел дождь, все, сера, уныла. Ай, пошел дождь, свободно не погуляешь. А, пошел дождь, опа, свежо на улице. А, пошел дождь, так уютно стало, да. А, пошел дождь, можно уже больше времени провести дома, да. То есть, или опа, прошел дождь, ой, я могу поехать на такси. Да, то есть, найти какие-то хорошие положительные вещи во всем. Я уверена, что в любой ситуации можно посмотреть и найти что-то хорошее. Просто нужно, чем чаще мы будем, да, тренироваться и делать это, тем легче нам будет получаться это делать, да. Так вот, когда наступает месяц Адар, мы обязаны увеличить в радости. Теперь, как это сделать? Вот я взяла листочек, ручку и села писать. Ой, у вас снег пошел, как я хочу снег. Класс. У нас снега нет, к сожалению, но и периодически идет дождь, и я дышу так. Успокаиваюсь, что не только солнце. Так вот, как мы еще можем увеличить в радости? Вы знаете, попробуйте это сделать, это просто гениально. Я взяла листочек, взяла ручку, написала сверху с помощью небес, да, я написала, что делает меня радостной, что делает меня счастливой. Что делает вас счастливыми? И я начала писать. Сначала, сначала это тяжело, да, ничего в голову не лезет, ты пытаешься найти что-то такое, вау. А потом я начала писать какие-то мелочи, то есть, да, например, меня делает счастливой, там, водить машину, меня делает счастливой, когда я долго что-то не понимаю, и я, опа, до меня дошло, да, когда учусь. Меня там делает счастливой, когда, я не знаю, постелила свежую постель, да, меня делает счастливой, когда вкусно пахнет, не знаю. Меня делает счастливой, когда я провожу время с семьей. Что вас делает счастливыми? Просто возьмите листочек, это важно сделать не только для себя, это важно сделать тоже для других, да. Когда приходит муж с работы, и он мне говорит, ты знаешь, ты когда улыбаешься, ты мне столько сил даёшь. И я задумалась, ну а как часто, когда он приходит, и я устала за целый день с ребёнком, и я грустная. И как часто из-за этого у него опускаются руки. Как ещё счастье других зависит от нас. Это тоже нужно осознавать. И я из-за этого села и подумала, что ещё делать меня счастливой. Чтобы тоже подсказать моему мужу, да, делать меня счастливой. И мы должны не только ожидать от других, чтобы нас сделали счастливой. Сделай меня счастливой, сделай, сделай. Мы должны тоже в ответ стараться, да. Это, казалось бы, может быть какое-то слово, какое-то действие маленькое, да. Какое-то пожелание на утро и так далее. И, конечно, как мы можем кого-то делать счастливыми, если мы не можем сделать счастливыми себя. понять, что же нас радует, что, вот сейчас мы тут собрались, что тебя радует, что тебе приносит радость, счастье, что? Готовка, вкусно покушать, вот всё, возьмите листочек и просто поймите себя, почувствуйте себя, загляните к своему ребёнку в душу, что ваш ребёнок просит в душе, ведь мы все дети в душе, мы хотим чего-то, да, мы ждём чего-то, а чего? Нужно понять, и вот через два дня у нас наступает месяц Адар, и у нас есть потрясающая возможность подготовиться к его приходу, понять, что же нас делает счастливыми, чем мы можем себе помочь, чем мы можем помочь близким людям, нашим родителям, друзьям и так далее, то есть мы должны увеличить в радости. Но месяц Адар, почему он такой радостный? Неужели из-за того, что в этом месяце праздник Пурим, который скоро, да? Неужели только из-за этого месяца, из-за этого праздника этот месяц такой радостный? И сказано, что нет, просто сама суть этого месяца это превращать плохое в хорошее. Более того, говорят, что если не дай бог у кого-то есть судебное разбирательство, то желательно переносить суд на месяц Адар, потому что в месяце Адар Всевышний более благосклонен и меняет плохой приговор, то есть судебный, на хороший. Поэтому если у кого-то, не дай бог, есть суд, просто требуйте, чтобы его ставили вот на месяц Адар. Это так говорят мудрецы. Итак, у нас есть два события, которые произошли в месяц Адар. Это седьмое Адара, день рождения Мошера Бейну, нашего лидера, который вывел нас из Египта, да? Это и его день рождения, и дата его смерти. Мошера Бейну прожил ровно в нашей встрече долгожданной. Видишь, в комментариях приятных людей и рада их приветствовать. Да, всем шалом, спасибо, что все комментируют, всем привет. Итак, вы знаете, вот наверняка у многих был вопрос, почему евреи, когда пишут мазальтов, пишут до 120? И вы знаете, что вот этот вот мазальтов и до 120, это пример идеальной жизни. Почему? Потому что Мошера Бейну прожил ровно 120 лет с седьмого Адара по седьмое Адара. Ровно 120 лет. И это как пример для еврейского народа, да, какой возраст нужно прожить человеку. Именно поэтому Всевышний, и как бы говорит Мошера Бейну, что нужно желать друг другу жить вот полную жизнь насыщенную. Теперь, что еще мы не можем не поговорить, да, про Мошера Бейну, что еще такого важного мы от него учим? А мы учим вот что. Это первое, это... Секунду, я немножко подгляну. Первое, что мы учим с Мошера Бейну, это надежда на спасение, и второе, это страх перед небесами. Что значит надежда на спасение? Если мы с вами взглянем на историю рождения Мошера Бейну, то мы поймем, что значит надежда на спасение. Мы знаем, что фараон, когда его звездочеты, да, советники, сказали ему, что скоро родится младенец, который его убьет и как бы скинет с трона, то фараон, конечно же, испугался. Он боялся, что сейчас появится кто-то, кто позарится, да, на его власть. И он приказал убивать всех мальчиков, которые будут рождаться. А девочек, которые будут рождаться, делать из них египтянок. Всем шалом еще раз. Теперь вы видите мальчикам смерть. И вы знаете, я рожала 16 часов. До этого 9 месяцев я носила своего ребенка под грудью. Я рожала. И я не представляю, как женщины в те времена вообще рожали. И представьте, женщину, которая только что родила, она его выносила, она разговаривала с ним, да, это ее ангел, это ее поддержка. И тут какие-то люди забирают у нее ребенка. И знаете, как их убивали? Их бросали в воды Нила. Их бросали просто в реку, и они тонули. Вот так поступали с еврейскими младенцами. А еврейских девочек просто забирали у еврейских мам и делали из них египтянок, воспитывали как египтянок. Теперь папа Моше не мог видеть, да, как это такое происходит, и он решил развестись со своей женой. Нет связи с женой, нет беременности, нет ребенка, нет проблемы, никого не будут убивать. И он первый, кто развелся, и он был примером для еврейского народа, и все еврейские мужья начали разводиться со своими женами. Теперь, когда папа Моше развелся со своей женой, понятно, он оставил детей у себя, потому что он был добытчиком, да, он добивал на все, и он снял отдельное жилье для своей жены, и, в общем, перестал с ней жить. И тогда маленькая дочка, по-моему, ей было тогда 5 лет, она подошла к своему папе и говорит, папа, а где мама? Ну, он ей объяснил, что вот фараон хочет убить еврейских мальчиков, и вот такой есть закон, и из-за этого он не хочет жить с мамой. И эта девочка посмотрела на него и сказала, папа, а ты ведь хуже фараона. Он говорит, почему? Потому что фараон убивает только еврейских мальчиков, а ты убиваешь еврейских дочек тоже. Ты не даешь им родиться на свет вообще, потому что из-за тебя все еврейские семьи начали разводиться. И это действительно повлияло очень сильно на папу Мошеробейну, что он пошел, женился опять на своей жене и сказано, что после этого, после того, что он вернулся к своей жене, всем шалом, пасива, из-за того, что папа Мошеробейну вернулся к своей жене, то у них Барухашем получилось забеременеть и родился Мошер. Теперь, в те времена, как именно происходило так, что кто-то узнавал, что женщина беременна. Если видели, что женщина беременна, да, уже там 5, 6, 7 месяц, то ее брали под контроль, начинали за ней следить, да, и когда наступал момент родов, понятное дело, что об этом знали, и всячески, если рождался мальчик, его убивали, если девочка, ее забирали. Мама Мошеробейну смогла это как-то скрыть, и как только он родился, она, мы все знаем, что взяла корзинку, отправила его в речку Нил, и более того, дочка фараона спасла его и забрала к себе в дворец, здесь мы видим, и она даже носила Мошеробейну кормиться у еврейской мамы, то есть Мошеробейну даже вырос на молоке еврейской мамы, после того мы видим, что Мошеробейну не терял, как бы его даже появление на свет говорит о том, что он не терял как бы наивности, веры во Всевышнего появиться, и он знал свою миссию, его душа, но вот, если мы посмотрим, как Мошеробейну этого же, этого же числа седьмого Адара покинул наш мир, как? Сказано, что увод Миривы, да, что Мошеробейну секунду, да, увод раздора из-за его ошибки какой-то, да, что Всевышний там сказал так не делать, и он так сделал, то Ашем его как бы наказал и как бы сказал, что все, пришли твои жизни, дни твоей жизни, все к концу, все, то есть даже такой великий человек, Мошеробейну, благодаря которому мы вышли из Египта, благодаря которому, да, он проявлял большие чудеса, он раскрыл море, там посох, он был представителем Всевышнего, да, великим представителем Всевышнего, что даже когда он сделал какой-то маленький проступок, то Всевышний все равно как бы судит справедливо, да, и этим он показывает, что должен быть страх перед Всевышним, и это наше седьмое Адара, и четырнадцатого Адара у нас Пурим веселый, самый праздник в году, который я очень люблю, и я для нас уже приготовила костюмы, скажите, если вы уже приготовили костюмы, вот, и это то, что мы учим из этого месяца, да, быть в радости, преувеличить в радости, да, взять листочек, записать, что делает нас радостными, и тоже стараться убирать свое эго, делать друг друга счастливыми, вот, вот такой у нас сегодня получился эфир, всем большое спасибо за присутствие, за комментарии, спасибо большое, что вы с нами, спасибо большое, за такую возможность быть здесь с вами, вот, всем хорошего вечера, пока-пока!